Можно ли клетчатую плоскость покрасить в 10 цветов и придумать такую 10-клеточную фигурку, что при любом ее положении все цвета в ней будут разные? Мы, разумеется, сначала смотрим вместо числа 10, берем более простые примеры. Скажем, если один цвет, ситуация просто очевидная, потому что красишь всю плоскость в один цвет, берешь одноклеточную фигуру, это можно сделать единственным образом, ну и, естественно, все получается. А вот дальше интереснее, два цвета, какая фигурка годится и какая раскраска годится? Прямоугольник 1х2 и клетчатую шахматную 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 раскраску. Конечно, да. А 3 цвета когда? А когда 3 цвета, то можно сделать так. Можно, смотрите, взять полосу и покрасить ее по принципу 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, да? Ну и так далее. А дальше смотрите, что мы делаем. Мы следующую положку, следующую делаем со стрипом. То есть вот вот такой вот три. Единичка оказывается здесь, 2-3-4, ой, 4 бывает. Бывает 1-2-3. Здесь что будет на следующую? 3. 3. А здесь что будет? 1-2-3-1. Да, понятно? 2-3-1. Да, понятно? Господа, мне кажется, что ситуация абсолютно понятна. Я вам больше скажу. Если вы пригляделите, если вы приглядитесь к этой картинке, то обнаружите, что можно вместо числа 3 взять что? 2-3-3. Берешь полоску на УДН, сдвигаешь, сдвигаешь. Понятно? Ну вот. Могли такую задачу сдать на Московскую Городку Олимпиаду в 9 классе? Нет? Потому что слишком аналекая. Я забыл, но очень важное одно слово. Десятиклеточную фигуру не прямоугольник. Поняли? Не прямоугольник. То есть, вот это вот решение они запретили. Они требуют, чтобы фигура была каким-то многоугольником, но хитрой. Ну там условие все это было хорошо прописано. Многоугольную фигуру составленную склеточек и не являющуюся прямоугольником. Пожалуйста, сейчас возьмите, подумайте, посмотрите. Например, для ЧКО получится или нет. Придумать не прямоугольник. Потому что прямоугольник выписываешь числа от одного до десяти и закручиваешь. А придумать не прямоугольник. Какие вообще бывают десятиугольные? Что-что? Какие вообще бывают десятиугольные штуки? О, хороший вопрос. А какие бывают десятиугольники из клеточек не прямоугольные? Коля вынужден тебя огорчить. Их огромное количество разных. Я понимаю. Поэтому если ты будешь придумывать такую фигурку, то уж точно у тебя ничего не получится. На самом деле намного интереснее и намного разумнее спросить себя, а какие бывают интересные раскраски плоскости. Вот это намного интереснее. Вот чтобы раскраска плоскости в десять цветов, но чтобы это не была такая вот, как я только что объяснил гадрёк. Чтобы было что-то более хитрое. Покрасим бесконечную клетчатую плоскость. Ну, вы знаете, у меня цитаты не в бумаге, но в которых можно продолжать туда лучше делать. Право, в верхней, да. Бесконечную клетчатую плоскость в десять цветов, чтобы при этом существовала вот такая фигурка из десяти клеток, которая является прямоугольником, но не является прямоугольником. Чтобы, как её ни клади, в ней все десять цветов по одному присутствовали. Всё понятно? При любом положении, как её не переворачивать, так и не поворачивать, не передвигая, всё равно все клетки там будут разные. Я чувствую, что у всех большая проблема, да? Не удаётся. Вот, ребята, как ни странно, когда у вас есть плоскость, то очень-очень-очень часто помогает вот такая картинка. Посмотрите, пожалуйста. Когда вы берёте и покрываете плоскость не вот так вот, прямоугольниками десятиклеточными, а когда вы берёте и делаете это с некоторым наклоном. А я вам сейчас объясню, как придумать квадрат, копиями которого можно покрыть в таком вот положении, всю плоскость в один слой. И при этом площадь этого квадрата будет равна десяти. А лучше, если вы сами вспомните, что такой квадрат вы на самом деле знаете. Я понимаю. Как его рисовать? Сколько надо взять в одну строку, сколько в другую? Сколько надо взять по горизонтали и сколько по вертикали, чтобы здесь у нас площадь квадрата была бы десять? Сколько? Вот какое надо взять на стояние здесь и какое на стояние здесь, чтобы здесь был твой любимый корень десяти? Чтобы здесь площадь была равна десяти к этому. Замечательно. И какие же надо взять числа? Три и один. Да, это справедливо. Три и один. Вот, ребята. Вот. Ровно это сейчас нам не нужно сделать. Единственная проблема. Мне на доске рисовать во много раз сложнее, чем вам. Поэтому давайте сделать так. Пожалуйста, вы берите какие-нибудь цветные ручки, цветные карандаши. Только сначала ничего не делайте, а просто посмотрите. И после этого аккуратно сделайте это в тетрадь. Понятно, что я не смогу красиво на доске сделать, просто потому что меня все-таки, к сожалению, боевый период в какой-то момент. Ну, насколько можно, я стараюсь. Итак, вот эта вот просто клетчатая бумага, которая у вас часть у каждого этапа. Есть два ручки. А я делаю следующее. Я сейчас куда-нибудь пишу число 1, да? Дальше отсчитываю три клетки. Раз, два, три. И отсчитываю одну клетку вверх. Пишу сюда 1. После этого раз, два, три. И пишу сюда 1. Идею поняли? Ну, естественно, если бы я не поленился, то надо толку еще сюда написать. Ну, так зависит от размера. Отлично. Дальше я, смотри, что делаю. Сюда вверх отсчитываю три клетки. И влево пишу 1. Сюда вверх отсчитываю. Мне сюда пишу 1. Так, 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 так. Что мне теперь еще? Значит, теперь раз, раз, два, три. Вот сюда прикинуть. Слушайте, а по-моему, все. По-моему, здесь больше на этой именно картинке уже и не вычитывая не будет. Что теперь надо сделать, так сказать, для понятности? А очень просто. Я пишу сюда двойку. И после этого прохожу. От каждой единички справа пишу двойку. Ну, замечательно. Пишу сюда тройку. А рядом четверку. Три, четыре. Три, четыре. Три. Так, хорошо. Только вот что. Только вот что дальше нужно понимать. Что у меня... Что у меня... Цветов должно быть десять. Цветов должно быть десять. А! Для красоты давайте так. Я не буду писать, что десять. Я буду писать ноль. Отлично. Над единицей везде пишу число ноль. Отлично. Отлично. Пожалуйста, не обновлечь. Теперь надо куда-нибудь написать пять цветов. Хорошо. Давайте сюда пять и рядом шесть. Пять, шесть. Ноль надо... О, все нормально. Так, хорошо. Теперь давайте так. Пусть над пятеркой, например, будет число... Семь. Семь. Над нулем. Семь я пишу над нулем. Так, написал. Сюда вот написал семь. Восемь рядом с семеркой. Восемь рядом с семеркой. Сюда еще. Восемь рядом с семеркой. Теперь девять. Рядом с восьмеркой. А? Рядом с восьмеркой. Рядом с восьмеркой. Девять надо написать рядом с восьмеркой или между нулем. Девять. Девять. Перед нулем стоит девяшка, восьмерка и семерка. Очень интересно. Так. Теперь давайте смотреть, что стоит еще перед семеркой. Два, три, четыре. Извините, мы забыли верхнюю высадку? Сверху. Семь восемь. Я забыл. Валдеть. Семь восемь. Да? Вот еще вот так. Семь восемь. Семь восемь. Семь восемь. Самый валдеть. Да, да, да. Валдеть. Семь восемь. Так. Теперь, значит, два, три. Четыре. Четыре. Семь. Так. Теперь что перед единицей? Пять. Шесть. Так. Теперь там, где у меня пять шесть, над ними стоит восемь девять. А над восемь девять стоит три четыре. Так. Теперь нижний ряд надо понять, что такое. Там, где у меня написаны один, два, три, четыре, семь, восемь. Поймите стоят четыре, семь, восемь. Девять. Пишу. Четыре, семь, восемь. Девять. Ноль. После нуля стоит пять. А тут стоит шесть. Господа, вот я этот кусок покрасил. Очень прошу вас в тетради, максимально аккуратно и лучше несколькими цветами. У вас лучшие карандаши. Нет. Это нельзя выучить, если не пишешь. Вот честно. Надо взять и сделать. Надо взять тетрадь, открыть, расчертить, сделать. Я же не требую, чтобы вы сами придумали это. Понятно, что кто-то способен такое, наверное, придумать. Кто-то нет. Это достаточно сложно. А вот в тетради рисовать человек способен. И это нужно. Итак, проставляем вот эти вот цифры. И таким образом, пожалуйста, что-то побольше размер сделаете, да, чем у меня. Вот таким образом мы получаем в десять цветов покрашенную плоскость. Обратите внимание на, что называется, основную область. Не смотрите обязательно фундаментальную область. Вот она. Вот такой вот квадрат. Видите? Вот такой вот квадрат. Если вы продолжите сюда и так далее, то получите такое вот с поворотом покрытие всей плоскости. То есть, вот такой квадрат. То есть, вот такой квадрат. Тлощадь десять. Копиями. Фундаментальная? Что? Фундаментальная область. Называется фундаментальная область. Ну, это не обязательно вспоминать. Будете учить, когда покрытие, все само собой запомниться. Вообще, в общем, учить тем не наряжаться никогда не имеет настоящего смысла. Потому что в математике главное это внимание в ситуации. Учить слова. На самом деле есть науки, в которых надо учить слова. Например, в биологии действительно, к сожалению, очень много слов. Если вы, так сказать, быстро их не запомните, то возникает проблема с пониманием, что уже не такое вам говорят. А в математике, к счастью, ситуация обратная. Не очень много понятий, но надо, в общем, ритуозно понимать, как они между собой связаны. Поэтому много усилий тратится на понимание, на осознание того, как все это устроено. И, к счастью, намного меньше тратится сил на то, чтобы запомнить просто слова и темы. Так вот, дорогие мои, конечно, фундаментальность косая вот такая есть, но нас-то просили составить ее из клеточек. Более того, нас просили составить ее не просто из клеточек, а из клеточек не в виде прямоугольника. Причем не просто из клеточек не в виде прямоугольника из клеточек, а так, чтобы при любом положении этой области в ней были бы все клеточки разного цвета. Итак, я очень сильно облегчил вам сейчас задачу. То есть, если на олимпиаде школьник должен и придумать раскраску, и придумать фигуру, то сейчас раскраску я вам нарисовал. Кстати, она интересна относительно к этой задаче. Это просто важная математическая конструкция. Она имеет, как видите, прямое отношение к теореме и фагоре. И действительно, это важная, красивая штука. Так вот, поэтому не надо думать, что сейчас я не хочу решить задачу олимпиады. Нет, это наоборот. Задача олимпиады для того, чтобы рассказать вам о красивом церкве и тематике. Только минуту, попридумывайте фигуру, пожалуйста. Так, коллег предлагает взять квадрат из 9 клеточек и прибавить к нему еще одну клеточку. Проблема, при каком-то одном положении все будет замечательно. А при другом положении уже ничего не получится. Объясняю. Вот если вы берете, например, такой квадрат. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 5, 6, да? И прибавляете к нему единичку. Все замечательно, все десять. Но если убиваете не эту квадратную, а вот эту, то будет уже туда. Заметьте, пожалуйста, господа. Как получается, скажу, шестерка из шестерки. С двигом на три клетки в одну сторону и на одну клетку в другую. Вы сейчас должны придумать состоящую из десяти клеток многоугольной области, в которой никакие две клетки не получаются. Одна ли с другой сдвигом в каком-то направлении, на вертикальном или на три клетки, на три клетки и в другом направлении на одну клетку. То есть при сдвиге на вектор 3, 1 или 3, минус 1, 3, 3, у нас или 1, минус 3, у нас не должна клетка фигуры переходить в клетку фигуры. Давайте. Придумайте такую фигуру. Круглая сторона. Понимаете, круглая сторона. Это все замечательно. То есть, когда вы придумываете, вы можете себе рисовать любых чертиков, представлять себе любые конструкции, но фигура-то все равно должна состоять из клеток. Вот, есть такой знаменитый анекдот войны 1712 года, когда некий солдат привел в штабу, взятую им в плен, я уже не помню, не хочу брать, но какое-то сумасшедшее количество солдат противника. Ну, скажем, десяток, там было даже больше. Один солдат. Они почему-то сдались. И офицер спрашивает, слушай, это все, конечно, замечательно, спасибо, ты молодец, что я совершил подвиг, замечательно, что я тебе сдались в плен. А скажи, пожалуйста, а как ты вообще этого добился? Как ты сумел из тех, что называется, убедиться сдаться себе в плен? Ну, как? Ну, как он что-то? Я их окружил. Понятно, да? То есть, вот, из-за того, что он посчитал, что он их окружил, и они в это главное поверили, все десять, то, собственно, они им не сдались, а не наоборот. Вот. Поэтому, когда вы решаете задачу, вы можете фантазировать как угодно, лишь бы в фильмах не получилось. Понимаете, да? Пусть все десять врагов вам одному сдались, вы их окружили. И тщательно. Смотрите, что он делает. Он все время сдвигается на одну клетку, вправо и вверх. Потому что он сказал, что это лестница. Детей поняли? Таких вот штучек по пять клеток, по две клетки, у него будет пять штук. Понятно или нет? Да. Как это поверить, что это решено? Как поверить? Да. Если ты сдвигаешься в любом направлении на три клетки и в перпендикулярном на одну, то из этой фигуры клетка не переходит в клетку эту фигуру. Потому что, смотри, когда ты берешь и стрикаешься по горизонтали на ту клетку, и после этого даже поднимаешься на ту, то ты уже далеко ушел. Понятно? Да. Так вот, ребята, на самом деле есть решение в чем-то даже более симпатичное. Кто-нибудь видел, иногда наматывают нитки. Вот, посмотрите, когда я был маленький, то был один стандартный способ. Такой деревянный бочонок, такой, типа целинный, и на него наматывали нитки. Да? Есть сейчас, я довольно часто эти решения вижу, когда берут прямоугольник бумажный, в нем вырезают штучки и наматывают нитки. Понятно, что я говорю? Видели такое в реализе? То есть, берете такую прямоугольную небольшую штучку, пластику, из достаточно плотной бумаги, и наматывают ее. Дело в том, что, когда вам нужно куклы пришить или что-нибудь такое, вам не нужны сотни метров нитки. Понятно? Вам нужен небольшой кусочек, да? Поэтому вам даже интереснее, чтобы там были несколько разных цветов, там белый, черный, все такое, да, синий. Вот. Чем, если у вас этой нитки будет облогу-глогу-глогу. Вам нужно не в промышленном цели, вам нужно всего лишь проработать. Вот. Замечательно. Так вот, нарисуйте такую штучку. Для наматывания ниток устройство из десяти клеток. И у вас все получится. Ну, кто уже скажет, сколько в одном ряду клеток, сколько в другом? Ну, четыре, два, четыре. Четыре, два, четыре, конечно. Рисую. Ребята, наметите, пожалуйста, олимпиады – это не всегда просто соревнования. Бывает, что на олимпиады дают задачи, которые действительно вот настолько интересны, что она не только в этом году, не только для того, чтобы выяснить, кто из вас, так сказать, сильнее, кто слабее, а действительно вот такое, что называется открытие. Вообще, надо сказать, что педагоника в математике за последние сто с небольшим лет на самом деле фантастически продвинулась. То есть, сейчас мы умеем учить математики во много-много раз лучше, чем сто лет назад. Да? Вот эти вот олимпиадные задачи, ну, часто, конечно, как всегда в жизни там придумываются и глупости все-таки. Но, но все-таки настолько много действительно интересного, действительно симпатичного было придумано, что просто слабоится. Просто есть некоторая гордость за людей, которые все это делают. Между прочим, к сожалению, во многих других науках это не произошло. Например, так и не научились по-настоящему хорошо учить физики, не научились по-настоящему хорошо учить биологии и химии. Это не значит, что нет мест, где учат. Но в математике все-таки технологии вот обучения в некоторых местах все-таки распространились по стране. И на математические кружки всякие там математические школы ходят сотни и тысячи людей. А, к сожалению, у физиков, у биологов с этим намного-намного-намного хуже. Между прочим, ребят, это не значит, что вид науки хуже. Я вам по секрету скажу, на самом деле учить физики легче, чем математики. И эта наука намного менее занудная. И химия намного более интересна, и биология намного более интересна. Это замечательные науки. Просто так исторически получилось, что, к сожалению, меньшее количество талантливых людей работало для того, чтобы сделать там ту же физику, химию, биологию понятными школьникам. А в математике по-настоящему много людей этим занималось. Ну, достаточно сказать. Великий математик, замечательный израильный серий Кельфанд, лично участвовал в организации так называемой МФЗМШ. Это сейчас называется всероссийская, тогда называлась всесоюзная, сейчас называется заочная многопредметная школа, тогда называлась заочная математическая школа. Много-много лет я существовал. Или не менее замечательная математика, как Игорь Николаевич Толмогоров, опять-таки, самолично там ездил, работал в жюри олимпиады, писал статьи для журнала «Кварт» и еще больше делал. Я хотел никогда. Действительно, люди, которые понимают математику не как просто школьный предмет, где нужно ответить какой-то параграф, а как науку, которая понимает связь вот этих вот задач с действительно настоящими, интересными, важными проблемами, в большом количестве работали, и вот иногда это приводит к объявлению таких вот замечательных задач на олимпиадах. Так, скажите, пожалуйста, все поняли? Да? На самом деле, если подумать, то многоугольных областей можно еще придумать, то есть, я не знаю, меньше, а? Сколько? Ну, знаешь. Главное свойство, чтобы не входило бы, вместе с каждой клеткой, клетка, полученная сдвигом на три в одном направлении и на одну клетку вверх. Три клетки на том уровне, после этого одна клетка, дальше опять три клетки, дальше одна клетка, и так, три одна, три одна, это уже сколько? Это уже восемь, и вот еще две. Проверяйте. Продолжение следует... Ф delayed Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...